здравствуйте друзья подписчики и гости нашего канала сегодня я буду пересаживать или точнее сажать вот такой черенок пеларгонии он был срезан буквально два часа назад и теперь я поэтапно расскажу как правильно нужно это делать смотрите вот он такой череночек уже цветет это был большой цветок нужно обязательно взять секаторы и первый этап это обрезать как не жалко но придется расстаться вот эти все цветочные бутоны и цветочные стебелечки обрезаем дальше обрезаем вот эти все листики крупные это все нужно убрать и вот такой был черенок длинный обрежем вот так до первого то есть вот этот толстый стебель нам нужен будет часть стебля на укоренение обрезаем вот так до первой почки все вот в таком виде мы будем сажать черенок но прежде чем сажать я его оставляю на просушку на 23 часа в теньке а затем расскажу как дальше я буду сажать друзья прошло немножко больше двух часов смотрите обратите внимание видите очень хорошо подкрушился черенок и образовалась такая пленочка это должно быть обязательно если пленочка не образовалась вот он сухой практически видно она сухая значит она нужно еще подержать может даже до трех часов но пленка это должна быть и теперь этот черенок полностью готов к посадке и так пока его отложим в сторонку теперь второй этап это конечно нужно приготовить к посадке землю и стаканчик или я беру вместо стаканчика небольшой горшочек я буду сажать сразу же на постоянное место жительства свой свою пеларгонию черенок какая земля земля лучше всего для черенков для укоренения берется или готовая уже для пеларгонии или берем универсальную землю и добавляем перлит перемешиваем чтобы получился такой легкий рыхлый субстрат вот я отмерила готовую землю теперь я высыпаю в моем горшочке обязательно два три должно быть отверстие для того чтобы вода проходила обязательно на дно ложу как сюда керамзита его достаточно одного слоя немного нужно для пеларгонии вот и теперь так это пусто же сторонке поставить вот земля которую я высыпала уже готовая эту землю нужно обязательно увлажни земля если готова она должна быть нейтральная кислотности там никакой не должно быть должна быть легкая вот видно даже здесь песочек есть все здесь есть теперь берется обычная вода ну как обычно должна быть теплая такой и слегка теплая и кипяченая или мягкая то есть не жесткая и не холодная и увлажняю свою землю до какого состояния увлажняю землю чтобы земля бралась хорошо так бралась когда уже так переминаешь она должна браться хорошо к рукам чувствоваться влага в руках то есть мы должны потом уже не поливать после посадки черенокси он уже должен быть как бы политый заранее вот пожалуй все уже она даже такая грязковата вот такая теперь это и будет второй этап подготовка горшочка подготовка земли это будет второй этап по пересадке черенка пеларгонии или для посадки теперь беру горшочек свой засыпаю туда землю прям влажненькая такая чувствуется все это лишнее у нас сильно уплотнять не надо сливаться вот пожалуй хватит этого теперь делаю небольшую посередине горшочка небольшую ямочку пальчиком небольшую итак беру свой черенок и еще обязательно понадобится корневин для укоренения черенка можно воспользоваться если нету корневина под рукой можно воспользоваться соком алоэ тогда также точно как корневин нужно обмакнуть этот черенок вот он корневин у меня использованный был недавно и хорошо хорошо очень хорошо я бы так сказал посмотрите я макаю вот он вот такой слизь видно да очень хорошо теперь вставляю в эту ямку значит насколько вставлять сразу не больше трех сантиметров то есть где-то вот так это будет все и вот так аккуратненько вот все теперь сегодня поливать не будем а когда я буду поливать поливать буду первое время через поддон отверстие есть буду ставить чашечку и поливать чтобы земля была влажная но сейчас земля влажная поливать не надо а вот обычно через два дня уже можно будет и полить куда поставить поставить надо вот сейчас уже начало осени уже не надо такие черенки и оставлять на улице на солнце тем более тем более сейчас перепады температур ночные дни лучше всего в комнате светлое место но лучи солнечные не должны попадать на растения а вот сколько будет укореняться обычно три-четыре недели дед укоренения это будет зависеть от вот от вида какой вид сорт пиларконии вот одни укореняются быстрее другие медленнее как только появится первые листочки будет видно если это стаканчик можно увидеть корни значит уже хорошо укоренилась а так как я посадила в маленький горшочек корней видно не будет но появится первые листики и вот тогда уже можно точно выставить на солнышко но опять-таки в комнате друзья вот такую пиларконию можно посадить из черенка буквально за пять минут это очень красиво и роскошное растение которое понравится любой хозяйки любому цветоводу друзья кому понравилось видео пальчик вверх подписка на наш канал ну и до встречи в следующем видео пока